так всем привет и наконец-то я себе купил mi max 2 ну xiaomi mi max 2 так тут у нас 4 гигабайта и 64 гигабайта памяти покупал я у себя в городе вот если кому совсем надо знать локацию мою ну поэтому я из украины вот покупал приблизительно за 300 баксов короче 8000 гривен мне обошелся покупал я его в ручку чтобы не платить сразу сумму а то жаба давит отдавать такие деньги за телефон вот это как бы обновил для моего asus который кстати все еще неплохо asus на 4 гигабайта оперативной памяти 64 гигабайта встроенной памяти 2 с лишним гигагерц процессор который кстати выдает 65 тысяч баллов в антуду камера здесь вообще отличная вот в ночное время он снимает просто пипец прям почти как днем вот так он все выкручиваешь снимки по получается очень светлой и это круто есть хорошая яркая вспышка быстрая зарядка и вообще меня телефон по всем параметрам устраивает кроме одного параметра он плохо ловит мобильную сеть не в пределах города нормально в принципе можно жить но когда куда-то выезжаешь это просто пипец сеть пропадает уже не главное телефон на несколько порядков ниже lenovo a5000 и там связь у нее намного лучше чем у меня 10 у нее за городом связь ловит хорошо и интернет у нее есть все в порядке то у меня уже с этим проблемы поэтому я решил взять новый телефон почитав отзывы посравнивать телефоны я сравнивал между хова и нова первым и вот этим вот ну и соответственно решил я конечно взять этот потому что как бы на форп да ты узнает такой сайт есть вот отзывы были об этом аппарате положительно и я конечно же взял вот и сейчас мы посмотрим что у нас там у нас там ну телефон я уже конечно же вскрывал у нас глобальная версия покупалась в магазине украинском так что у нас тут тут у нас значит все надписи там все приватный предприем все там есть туда и среды срок придатности тророки в общем три года гарантия на него от магазина 12 месяцев гарантийный талон мне выписали так сам телефон я уже в чехол запихнул сейчас брал я короче черного цвета вот он выглядит черный цвет честно говоря выглядит очень хорошо и макса 2 у меня не было сравнивать нечем но судя по видео которое я видел там не макс 2 был как бы такой себе знаете через пень колоду сделаны то здесь уже заметно что качество очень хорошая она явно изменилась в лучшую сторону юсб тайп си соответственно один динамик вот очень хороший кстати разблокировка по отпечатку пальцев очень быстро и вот сейчас дотронулся очень быстро очень быстро вообще срабатывает шустро это определенно плюс так гарантийный талон конечно же они дают вот такой гарантийный талон на спечатку поставили человек есть все нормально если что-то будет придем им мозги варить или выедать или варить скрепку у нас есть фирменная и самое главное чеки конечно покупал вместе с чехлом нилкин хотя можно было нилкин конечно заказать и на китай и было бы гораздо дешевле потому что мне чехол там со стеклом и с чем там короче или с пленкой кажется обошелся в 10 долларов на китае такой чехол стоит где-то баксов 5 на 5 баксов вот почему здесь у себя брал да потому что не хотел ждать с китая ждать две-три недели в лучшем случае а в самом таком стремном случае 2 месяца поэтому я решил заказать здесь ну вернее купить приехать сразу взять и купить здесь потому что если я взял здесь и с ним что-то не так я приеду и буду дрючить мозги вот а в китае я мог вот мозги никому не выем потому что все будет происходить в письменном виде через интернет и это очень муторно поэтому вот так а я уже имел опыт с китайцами связываться по гарантийному служу это просто какой-то пипец так ну конечно же кабель зарядка но это вы все уже видели это блин все в принципе не надо так что тут еще есть все все больше ничего нет все пусто эту фигню короче приклеили намертво в общем здесь ничего нет так что вам еще рассказывать что вам еще рассказывать по этому телефону я ничего сказать не могу это просто распаковка такой краткий обзор если он конечно краткий двойной этап здесь только на включение на выключение двойного этапа нет здесь у меня так сейчас разблокируем так разблокировал вот в принципе громкий динамике уже проверил работает нормально ну разговорный вот меня интересует время автономной работы в обычном использовании это интернет там вай фай вот youtube и так далее я не буду проводить никаких стресс-тестов потому что они нафиг не надо это не показывает реального реально скажем так не отображает режим эксплуатации телефона а я хочу проверить его на себе вот сколько дней он проживет вот реально вот это мне интересует а все остальное мне как-то пофиг я в игрушки не играю поэтому так и для сравнения вот мой asus 5 5 дюймов разница дам ощутимая колоссальная разница этот просто гигант какой-то по весу по весу они почти одинаковые слышь нереально не почти одинаковые ну это чуть чуть тяжелее у меня где-то по моему граммов 170 тысяч это 200 грамм ну немного тяжелее я бы не сказал чтобы сильно вот и тоньше кстати моего у меня бандура такая а это кстати тоньше да этот тоньше вот ну аппарат такой жалко что там только на пробуждение не знаю может как то можно настроить посмотрим в общем проверим а вообще телефон да конечно сразу бросается в глаза то что телефон более скажем так современно выглядит это да конечно явно явно так по современнее ощущается ну это принципе обново может мне кажется из-за того что он как бы новый тип в руках там этот самый пока он не приелся еще нормально смотрится вот так что вот такой вот аппаратик будем тестировать в режиме эксплуатации смотреть сколько чего на сколько дней хватает нам и самое главное буду проверять связь и выезжать будем за город еще один в таких местах бывает где мой asus не ловил сеть вот поэтому я буду естественно юзать его там и самое главное чтобы он интернет в труднодоступных местах чтобы у меня был интернет потому что надо работать а когда интернета нету я работать не могу вот такие вот делички так что с днем ждем 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 окончательного вердикта поюзывайте телефончик и я скажу чё там где да как так что всем пока ждем